Всем привет! Сегодня мы будем с вами преображать правую руку. Вот такая она у меня уже страшная, появилось много отслойек, поэтому сейчас очень и очень аккуратно буду выпиливать. Снова со мной мой новый пылесос. Я его, кстати, мешок даже не вытряхивала. В этом есть свой плюс, потому что с прошлым пылесосом мне приходилось после каждого применения хорошенечко вытряхивать от содержимого. Так что давайте приступим и наконец-то мне сделаем на правой руке покрытие. На левой она уже есть, бабочка мне безумно не понравилась, хотела ее спилить, но из-за того, что дип-система действительно держит очень хорошо ноготок, он у меня больше не сворачивается и, как видите, воспаления нет никакого, поэтому решила уж не трогать. Пускай будет так, как есть. Единственное, я пока не определила, что мы будем делать на правой руке и вообще какой цвет, но однозначно другое, но не могу я ходить с одним и тем же цветом, это действительно скучно. Желтый сделать или еще какой-нибудь? Давайте желтый что ли, даже не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Так как слой очень и очень тонкий, я не стала сильно шибко тут усердствовать и спиливать, сейчас доделаю все пилочкой и вернусь к вам. От слойки я сняла с помощью не керамики, как хотела, а именно твердосплава, потому что керамика как-то очень плохо снимает дип-систему, не знаю почему, возможно она слишком жесткая для нее. Подпилила длину и сейчас мы с вами будем делать маникюр. С помощью моих новых фрез и теперь уже стали они у меня любимые, потому что маникюр действительно получается очень чистый, на удивление. Кстати, щеточка классная, видите, она одевается и вы пока обрабатываете, пилите, потом в этот момент все смахнули лишнее и пилите, дальше вам все видно. На безымянном ноготочке я все время делаю пропилы любой другой фрезой, просто сейчас мы с вами посмотрим, будет насколько это чисто и вообще удобно ли левой рукой. Ну вот смотрите, буквально 5 минут на левой руке, щеточку я сняла, потому что левая рука и так скована в движениях, еще вдобавок я на нее нацепила щеточку, поэтому у меня даже больше времени из-за этого заняло. Вроде бы все вычистила и теперь надо убрать нам вот эту юбочку, которая осталась. Конечно же у меня не очень агрессивный рост кутикала, но вот этих фрез мне хватает с головой. Я сняла вам целое там видео по маникюру, как я его делаю себе с фрезой шар, а теперь я понимаю, что даже показывать смысла нет. Так что давайте еще раз попробуем с вами, как теперь кутикулу я смогу убрать этой фрезой, кстати написано борстоматологический. Приступим и посмотрим, как будет выглядеть чистая или не чистая кутикула. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, давайте анализировать. Сделала я маникюр. Если считать, что левой рукой я всегда себе все пропиливаю, то смотрите, вот тут у меня соскочила фреза, я вам сейчас поближе покажу. Но обычно если она у меня соскакивает, то тут просто до мяса и до крови. Тут просто чуть-чуть стесалась кожа, а в остальном я не считаю, что маникюр сделан прям ужасно. Визуально не при крупной съемке, как я вам сейчас показываю, а вообще в жизни он смотрится очень аккуратно. Обязательно напишите мне, какими фрезами пользуетесь вы. Мне очень важно ваше мнение, обязательно пишите. Если вдруг вы перепилили ногтевую пластину. Какой ужас, что я говорю. Кошмар какой-то. Мозг у меня сегодня тает просто. Смачиваем его хлоргексидином. Продается в аптеке самое лучшее средство. Вот все, что угодно. Вдруг там коленку поцарапали или еще что-то. Намочили и прижали. На минуточку хотя бы подержите, чтобы у вас хлоргексидин все обеззаразил. Потому что на других ноготочках перепилов нету, ничего нет. Хотите, протрите там все на всякий случай. Подождите с покрытием гель-лаком буквально немножко. Есть такая замечательная мазь левомиколь. Стоит она в районе 100 с чем-то рублей. В прошлый раз я себе перепилила всю кутикулу. У меня указательный средний. Я решила попробовать новый вид маникюра. Я вам скажу, что даже показывать его вам не буду. Потому что у меня все было просто в крови. Вот эта часть. Я сделала покрытие и потом мне образовались болячки. И с помощью этой мази у меня все прошло за 2 дня. Для меня это теперь палочка-выручалочка. И после покрытия я буду не маслом смазывать кутикулу, а именно этой мазью левомиколь. Она очень хорошо заживляет. Комбинированные противомикробные средства, которые я вам буду советовать. Конечно, мазь перед покрытием наносить нельзя. То есть сначала вы просто сделали хлоргексидин. Вот, кстати, я подержала чуть-чуть и уже стало лучше. От хлоргексидина у вас ничего не будет. В составе нет никаких масел. И забыла вам сказать, что вот этой фрезой надо снимать кутикулу именно вот таким образом. Я ее снимала на правой руке неправильно, потому что мне ее неудобно держать. Но если я куплю еще и буду делать кому-то покрытие и перед этим маникюр, конечно же, я буду снимать так. Так, вот эти боковушки, они больше подходят для спиливания всего остального, что тут мешается около ноготка, какие-то жесткие части. Сегодня для покрытия я буду использовать лампу RheinBow 4. Больше всего, что мне понравилось, она небольшая и на моем столе она просто идеально вмещается. Также помещается полностью моя рука. Для ног я уже тоже ее попробовала. Она очень удобная, особенно с этой стелькой. Действительно тапка. Да и вообще могу сказать, что все лампы хороши, главное ориентируйтесь на удобство. То есть, насколько удобно вам будет ей пользоваться. Смотрите, где вставляется штекер. Вот для меня удобно, когда сбоку. Так что смотрите сами по своим предпочтениям. В принципе, по мощности они примерно все одинаковые. Отлично просушивают все материалы. Я даже гель тут пробовала, все нормально. Перед покрытием мы хорошенечко обезжириваем ноготочки. Праймер я не использую. В принципе, без него все замечательно держится, никаких проблем не было. Использую только я на тех ноготочках, когда есть отслойки. То есть, самый первый раз я делаю без праймера. Если все носится хорошо, я его дальше и не использую. Если есть отслойки, особенно на торцах, так как праймер очень хорошо помогает удержать материал с торцов, то, конечно же, я его наношу. Теперь самое главное мне базой выровнять вот этот переход, который идет с натурального ногтя на дип-систему. Я думаю, что выравнивание ногтевой пластины вы уже все усвоили, потому что показываю каждое видео. И сейчас, в принципе, объяснять нечего, кроме того, что, мне кажется, я ни в одном видео не говорила, что когда мы переворачиваем ноготок, то чем гуще база, тем дольше мы держим ноготок перевернутым. Чем она жиже, тем меньше, потому что она жидкая, и у вас будет скапливаться прям каплей в середине ноготка. Если она густая, она просто хорошенечко выровнится. Захотелось мне с веселого желтого маникюра, и вы поймете позже, почему он именно веселый. Наносить буду гель-лак Penel Profi в цвет 007, желтый. Насчет затеков у нас с вами вечная проблема. И постоянно разговоры даже в грубе. Поэтому, смотрите, сначала кисточку вытираем как бы об ноготок, об основной, и только потом тем, что осталось, мы пододвигаем его к кутикуле. Если у вас где-то там птеригия остался или кусок кожи, обязательно гель-лак по этой части затечет. Вот прям 100%. И потом сверху мы его разравниваем. Опять же, если вы не боитесь подвести слишком близко и испортить покрытие, то лучше использовать тонкую кисточку. Без вас я чуть-чуть поправила покрытие, потому что левой рукой на камеру прям вот почувствовалось то, что делать тяжело. И теперь отправляю на просушку. Не очень удачно я руку в лампу засунула. Если вам видно, вот я нахулиганила. Смазала целый кусок гель-лака. Уже оторвала его от кожи, но все равно в этом месте теперь будет наверняка проплешина. Материалы просто закипают от того, что такая жара. Мне кажется, все гель-лаки и базы, они просто стали жиже. Но, по крайней мере, вот этот вроде бы стоит на месте. Я вот в прошлом первый слой делала сразу все четыре ноготка. Вроде ничего. Если вам кажется, что гель-лак слишком жидкий и лег как-то не очень ровно, просто переворачивайте руку после того, как вы его накрасили. Ну, то есть вот таким образом перевернули, чуть-чуть подержали, и он как бы чуть-чуть, но выровнится. Вот если нанести прям средними слоями, может быть и перекроет. Но я наношу тоненько, возможно, в этом и проблема. Ну что, второй слой я уже нанесла и тоже отправляю в лампу. Вот не знаю, третий наносить или хватит. Как вы думаете? Вообще, напишите, кто противник нанесения гель-лака в три слоя. Просто интересно, потому что я прям большой противник. Мне лучше пускай будет чуть-чуть пришивить. Ну, а с другой стороны, обидно, если ты столько времени делала маникюр, а тут что-то не так, и это будет все время бесить. Ну и давайте я третий слой без вас нанесу, чтобы получилось прям идеально, и чтобы не использовать тонкую кисточку. Приступим к дизайну. Я решила сделать стемпинг. И смотрите, в этой лампе у меня почему-то большой палец не просох. Скорее всего, я его слишком сильно задрала. Как ножная, она идеальная. Смотрите, кстати, пигмента не очень-то и много, я бы сказала, практически нет. Вот этот гель-лак мне понравился тем, что вот сколько я им не наносила, долго сидела, все делала кисточкой из флакона, и в принципе, он очень хорошо лег. Из отеков, кстати, не было. Ну, не знаю, возможно, при отрастании что-то там и проявится, но я их пока что не вижу. Вы, наверное, знаете мои любимые пластиночки из ПВ, я их прям вот очень сильно люблю. Там такая хулиганская пластиночка, вот она, это смайлы. Номер 27, и что самое главное, у меня ноготки уже желтые, и не надо наносить вот этот вот кружочек желтый, чтобы на нем сделать мордаху. Поэтому сейчас будем печатать просто стемпинг на средний безымянный. Не знаю, что там переведется, я как-то маханула, идеально перевелось. Неожиданно, если честно. Ой, давайте на мизинчик, что ли. Будут у меня везде мордахи. Слушайте, а мне кажется, прикольно получится. Давайте нам все ногти сделаем. Ну, кроме большого, я не знаю, сейчас я его как-то буду скребать. Если честно, спиливать неохота. Очень долго я с мыслями собираюсь, мне все время кажется, что пластины не отпечатают. Я, наверное, эти с этими пластинами уже надоела. Вот какая милаха. И самое главное, что даже если вы их в кривь и в кость нанесете, ничего страшного. Вот без зубика хочу еще сделать. Даже криво, косо. У вас в любом случае получится такой вот забавный маникюр. Самое главное, что эта пластина, она вот на все времена годы. Если хорошее настроение у вас, хотя даже если плохое, вот такое покрытие прям надо делать. Вы на него посмотрите, и вам сразу станет веселее. Как вам такое покрытие? Обязательно пишите свое мнение. Сейчас я поправлю все тут, и будем перекрывать топом. С лампой все нормально. Она просушивает, просто я поставила вместо 30 или 60 вот этих 99, а там в два раза ниже мощности. Вы представляете, сушила я всего лишь 30 секунд. Вот этот цвет получается в 24-х ваттной лампе. Но он, конечно же, не просох. Надеюсь, что вам сегодняшнее видео хоть как-то было познавательным. И лампу испытали, и ногти сделали, но не знаю. Мне смайлы нравятся. И девушка в комментариях мне задала вопрос, действительно ли я хожу с разными руками все время. Да, куда я дену эти ногти? Конечно же, я с ними везде и хожу. Обязательно пишите, какое вам покрытие больше нравится. Такое веселое или более нежное и девчачье. Надеюсь, что я вам все сказала, что хотела. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока. Ну и, конечно же, обдуманных покупок. Куда же без этого?